Как будет развиваться ситуация на Кавказе? Первый уровень, на котором надо остановиться, это глобальные игроки, заинтересованные в определении того, каким будет новый мировой порядок. В первую очередь, главным игроком на Кавказе со стороны глобальных игроков являются Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. Цель этих игроков проста, закрепиться в этом регионе и максимально расширить свою контроль над этим регионом. Прорваться к ресурсам Каспийского моря, создать военно-стратегический плацдарм для возможного удара по Ирану, а также наступление в западном направлении на государство Центральной Азии и в перспективе в дальнейшем выходить на Китай. Вот такой геополитический интерес этих игроков. Для того, чтобы решить вопрос о закреплении в этом регионе, им нужно дестабилизировать республики Северного Кавказа и Российской Федерации. Грузия не контролирует, Армения слишком маленькая страна, чтобы представляла интерес, а республики Северного Кавказа, да, Казахстан крупная страна дестабилизировать сложно, а вот республики Северного Кавказа уже заложен там серьезным взрывным потенциалом, сложившись там экономической и политической ситуацией. Это благоприятная зона для дестабилизации ситуации. Вторым важным игроком в этом регионе являются строители глобального нового исламского суннического халифата во главе с Саудовской Аравией и Катаром. Эти игроки, взяв в качестве идеологического прикрытия ваххабизм, решают задачу расширения своего господства по двум основным направлениям. В западном направлении это страны Ближнего Востока и Северной Африки, будет довольно-таки успешно. И в северном направлении это в направлении Северного Кавказа и Ирана. С Ираном решить задачу довольно сложно, а вот Северный Кавказ, он как раз может стать предметом дестабилизации. Помогать им, вероятно, в этом деяниях может быть и Турция, которая также стремится расширить свое геополитическое пространство. И в частности, именно это является поводом для активного участия Турции в военном конфликте в Сирии на стороне оппозиции. Другим важным игроком в этом регионе, конечно, являются региональные страны. Здесь серьезных центров, которые бы стремились дестабилировать ситуацию на Северном Кавказе, в настоящее время нет. Турция ведет относительно нейтральную позицию, не оказывая серьезного влияния на терроризм на Северном Кавказе. Ну и другие республики этого региона, стран другого региона, также бывают относительно нейтральной, либо дружественно настроенной по отношению к России, такие как Казахстан и Иран. Серьезным фактором дестабилизации Северного Кавказа Российской Федерации является сложившись там социально-политическая и экономическая ситуация. Неимоверных масштабов коррупции, которая приводит к тому, что гигантские денежные средства, выделяемые федеральным центром на Кавказ, попросту рассасываются по личным состояниям местных князьков и феодалов. Достаточно вспомнить историю с арестованным недавно мэром Махачкалы. Махачкалы. Беспредел местных силовиков, которые, решая задачу борьбы с терроризмом, перегибают значительно палку, приводя к тому, что эти террористы плодятся в большей степени, чем они успевают с ними бороться. И, конечно же, экономическая ситуация, сопряженная с отсутствием работы в этих регионах, безработицей, и стремлением бороться местных кланов за контроль. Используя местные кланы, стремясь перехватить инициативу в разделе федерального пирога, используют силовые методы борьбы. Для этого они используют, конечно, молодежь, которая действует против тех представителей властных кланов, которые находятся во власти. Этим объясняются террористические всплески, которые распространяются в этом регионе.